С них никто никогда ничего не спросит, они ведь неприкасаемые. А ты, Ника-сан, как ты себя ведёшь? Ведь ты сейчас оказался на моей стороне, на стороне жертвы. Но всё равно пришёл сюда, чтобы... Всем привет! Вы на канале Девплей, и мы продолжаем проходить лавмани рок-н-ролла. Не забываем пошлёпать мой лайк, написать комментарий, минимум из пяти хороших слов. Для поддержки этого видео ещё можно платно подписаться на канал или задоначить по ссылкам в описании под видео. Погнали! Слёзно взмолилась Элли, но я не сдвинулся с места. Так, отпустить! Блин, думаете, текст не переключается, я ж не тыкну. И о чём же ты думал, Ника-сан? Наверняка, как обычно, только о себе. Ты подумал о моём отце, обо мне, о моих чувствах? Для достижения цели не все средства хороши. Это демагогия, Ника-сан, ты пытаешься отнять у человека. Единственную возможность бороться с несправедливостью, оправдывая это замшелыми понятиями о морали и нормах поведения. И я на самом деле рада, что теперь и ты в этом участвуешь. Так ты хоть немного сможешь понять мои чувства. Со стороны-то судить всегда проще, не тебе же выбирать. Сложить лапки и утонуть, или всё-таки барахтаться и пытаться выбраться на берег. Но, конечно, именно тебе, вам, всем. Судить о том, что правильно, а что нет. Что правильного в том, что после смерти мамы меня словно головой в бочку с дерьмом окунули. Я жила, терпела, никому не жаловалась. Молча выносила издевательства её шайки. Отчуждение остальных. Чем я это заслужила, Ника-сан? До старшей школы я была не хуже. Не лучше, но и не хуже других. У меня были друзья и знакомые, своё место в жизни. А потом... Она вдруг расплакалась. Я не хочу никого винить в смерти мамы, но... Мне иногда кажется, что меня кто-то наказывает за это. Я был удивлён, что Кагома так разоткровенничалась в присутствии Элли. Но перебивать её не решался. Я бы терпеливо дождалась конца школы, а потом забыла бы всё это, как страшный сон, но... Но я не могу больше терпеть после того, как похитили моего отца. Почему только я должна задумываться о своих действиях? Задумываются ли она, её дружки, её дед и вся его чёртова корпорация? С них никто никогда ничего не спросит, они ведь неприкасаемые. А ты, Никасан, как ты себя ведёшь? Ведь ты сейчас оказался на моей стороне, на стороне жертвы. Но всё равно пришёл сюда, чтобы... Она остановилась, тяжело хватая ртом, холодный воздух и выпуская обратно длинные струи пара. Всё равно продолжаешь играть по их правилам. Обвиняешь меня, сам стыдишься того, что мне помогаешь. Видимо, ты и нужно, зачем воевать с людьми, если можно заставить их воевать друг с другом? Вас учат тому, что хорошо, а что плохо. Учат не задумываться о том, что может быть как-то иначе. А хорошо ли было похищать моего отца? Но эта корпорация, скажешь ты, словно от этого легче. А если не в наших силах призвать их к ответу, то мы стыдливо молчим и забиваемся в дальний угол? Так вот, я не хочу и не буду так жить. Ник, ты разве не видишь, что у неё с головой не всё в порядке? Наконец прервала Эли монолог Кагома. Заткнись! Закричала та в ответ. У тебя нет права издеваться надо мной, нет права занимать моё место, нет прав на Ника-сана. Кагома говорила и говорила, в какой-то момент мне стало сложно уследить за этим бесконечным потоком слов, но настроение и эмоции я понимал хорошо. Она вдруг посмотрела на меня пронзительным взглядом, не оставляющим сомнений в её искренности. Глаза Кагомы блестели от слёз. Она зарёванная вся. Я просто хотела проверить тебя. А ты полдня не выдержал, сразу бросился к ней. Проверить? На какое-то мгновение мне показалось, и что ты меня понимаешь, или хотя бы способен понять. Но за эти три года я отвыкла доверять людям. К сожалению, выходит, что и не зря. Проверить? Значит, Кагома специально забрала деда и ждала, что я буду делать? А я-то так легко купился на эту простенькую уловку. Возможно, в другой ситуации, рассуждая более хладнокровно, я бы подверг сомнению разумность поступков Кагома. Но в полумоменте искренность её слов казалась важнее. «Ник, не слушай её!» Голос Элли вдруг зазвучал обречённо. «Ника-сан, ты, наверное, думаешь, что поступаешь правильно? Что иначе бы тебя заела совесть?» «Только вот за правильные поступки призы не дают. А мне наградой станет спасение отца». «И что, думаешь, даже если ты получишь то, чего добиваешься, тебе всё сойдёт с рук?» Элли была связана, но её мрачный тон всё равно пугал. «Дедушка никогда тебя не простит! И уж будь уверена, в Японии вам жизни не будет!» «Он действительно любит свою внучку!» Неожиданно усмехнулась Кагома, повернулась Кэлли и свысока посмотрела прямо на неё. Впервые за сегодня. «Нэта, тебя удивляет?» «Как бы мне хотелось поменяться с тобой местами, посмотреть, как бы ты жила одна, без денег и статуса. Я бы уж точно не стала похищать людей. Как твой дед не похитил моего отца, да? Или как твои друзья не сжигали моего ресторана?» Она посмотрела на меня. «Опять всё в сослагательном наклонении, Никасан?» А я тем временем уже был совершенно не уверен, что хочу освобождать Эля. «Что хочу сделать это именно сейчас, на глазах Кагома!» «Ты же не оставишь меня здесь, Ник!» Голос Эля проникал глубоко в душу, ранее сильнее, чем я мог выдержать. Но слёзный монолог Кагома посеял сомнение, заставил переосмыслить то, что раньше казалось очевидным. «Я!» «Не я всё это затеял, и не мне расхлёбывать!» Мои слова прозвучали малодушно, но казалось, что сейчас это лучший выход. «Ноги сами понесли меня на улицу, в звёздную ночь, подсветленно, бесстрастно взирающий на грехи людей. Холодный пот струился по затылку, а голову распирало изнутри, словно в неё засунули сдутый футбольный мяч и принялись его накачивать. Кагома не было минут десять, и я уже начал беспокоиться, но вот послышались шаги, и моя сообщница с мрачным видом вышла на улицу. «Ты всё решил?» «Что решил?» Огрызнулся я, несмотря в её сторону. «Она ещё там тебя ждёт, поспеши!» Усмехнулась Кагома и прошла мимо меня, решительно направляясь прочь от склада. «Пора признаться хотя бы самому себе! Если бы я действительно хотел отпустить Элли, то сделал бы это сразу!» «Подожди я!» И бросился за Кагома. Всю дорогу до станции мы молчали, но, наконец, я не выдержал. «А тебе не кажется, что такие проверки — это бесчестно?» «Нет?» «Но ведь своей цели я добилась. Хотела проверить, как ты поведёшь себя в трудной ситуации». Она вздохнула и замедлила шаг. «И ты, к сожалению, сделал всё именно так, как я и боялась. Я просто думал, что вас с Мариюки-саном схватили! Ну что мне ещё оставалось?» «И первым делом ты, конечно же, побежал к ней. Чем Кабояша могла тебе помочь? Потому что... Почему я вообще должен перед тобой оправдываться?» «Я всё понимаю, Ника-сан». Неожиданно спокойно произнесла Кагома. «Я даже не осуждаю тебя. Ты прав. И Кабояша права. Каждый у этой истории по-своему прав. Только вот я, как компас, не могу остаться в каком-то промежуточном положении. Для меня мир полярен. Я либо прилагаю все усилия, чтобы спасти отца, Либо сдаюсь и жду расправы. Что мне остаётся? Заявление в полицию, жалобу в прокуратуру, Иск в международный суд?» Она горько рассмеялась. «Ника-сан, ты требуешь от меня подчиняться тем законам, Которым не подчиняются они. Для них похищение человека — это сущее безделица. А меня ты за это готов распять живьём. Да никого я распинать не собираюсь. А мальчика в трусиках... Ладно, это наши мимосы. Ты просто не можешь понять, что я стою перед выбором. Или всё, или ничего. И дело не в моём максимализме. Такие правила игры мне навязали они. Я уже отметил про себя, что она постоянно говорит о них. О каких-то бесплотных сущностях. Очевидно, что подразумевались корпорации Акабояши Джун и даже сама Эля. Однако эти обезличенные местоимения создавали ненужный флёр философствований. Че? Но ты понимаешь, что в итоге страдают конкретные люди? Эля страдает. А я не страдаю? Акабоя остановилась, закричала, махнула рукой, словно пыталась ударить кого-то невидимого. И разрыдалась. Мне было жалко Эля. Мне и сейчас её жалко. Но видя Кагомо такой, мне становилось всё сложнее беспристрастно оценивать её поступки. Судить о ней, только глядя на свод законов общества. Я подошёл ближе и обнял эту оставшую загнанную в угол девочку. И прижал к себе. Никасан, зачем ты это делаешь? Что делаю? Почему ты сначала бежишь к ней и делаешь всё, чтобы я тебя возненавидела? А теперь... Теперь... Она плакала как будто больше от изнеможения, чем от обиды. Наконец, на поверхность прорвались все те эмоции, что так долго подавлялись злобой и гневом. Никасан, так нечестно! Я обнимал Кагомо и смотрел поверх её головы в ночь. На станцию, с которой уходили последние поезда. И мне хотелось, чтобы это мгновение продлилось как можно дольше. Если бы не Элли, если бы не корпорация, мы бы наверняка даже не познакомились. Причудливая цепь случайностей, которую многие называют судьбой. Она сводит вместе совершенно разных людей. И не просто сводит, а ещё и сажает в одну лодку доплыть, в которой до берега можно только общими усилиями. А каково мне? На самом деле, я уже не стоял перед выбором Элли или Кагомо. От Элли я отказался раньше, сейчас оставалось решить. Кагомо или здравый смысл. Кагомо или я сам? Ты требуешь от меня того, чтобы я никогда не сделал при других обстоятельствах. И для другого человека всхлипнула Кагомо. В каком смысле? Притворился я, что не понимаю. Если бы Кабояша попросила тебя помочь похитить человека... Она бы не попросила. Усмехнулся я. Но Кагомо крепче схватилась за мою куртку... И потянула её вниз. Ты думаешь только о себе? Действительно, думая только о себе. Меня бы здесь не было вообще. Начнём с этого. Но вслух я ничего не сказал, продолжая выполнять роль опоры для Кагомо. И что ты планируешь делать дальше? Стоять на одном месте становилось холодновато. Завтра. Кагомо отстранялась от меня, отошла на шаг, протёрла глаза руками и встряхнула головой. Завтра будем действовать по плану. Надеюсь, он у тебя есть. К счастью, было ещё не так поздно. На метро мы успели и не пришлось брать такси. И сегодня мне совершенно не хотелось ещё полчаса, а час просидеть рядом с Кагомо. В вагоне же я демонстративно занял место напротив неё. И мы всю дорогу даже не смотрели друг на друга. Возможно, мы теперь и сообщники, но мне всё ещё нужно некоторое время, чтобы переварить случившееся. Дом встретил нас оглушительным храпом Марию Кисана. И где ж ты его прятала? Да какая разница? Пожала плечами Кагомо, скинула обувь и прошла мимо меня на кухню. Я помедлил, прикидывая, о чём говорить с ней остаток вечера. Мы ж не будем просто молчать до ночи. Однако Кагомо уже начала готовить ужин. Есть совершенно не хотелось, но расстраивать её хотелось ещё меньше. Так что я не сказал, что не голоден. Знаешь, мне всё это отчасти напоминает какой-то фильм. Точнее, его не снятое продолжение. Герои победили мировое зло, а после этого вернулись к обычной жизни в свою квартиру с шестью татами. Шесть татами. Так, ну мата, на которых спать окей. Япония, площадь комнат традиционно измеряется в татами, что учитывается при постройке дома. Площадь одного татами 95,5 на 191 сантиметр. А, в шесть татами, господи. Ты никогда не задумывалась, откуда у них деньги? Кто платит им зарплату? Я и не интересуюсь комиксами. Скучающим голосом отозвалась она. А мангой? Почему-то сейчас Кагом оказалась мне недостижимо взрослой. А я тут со своими комиксами и мангой. Ешь. Наконец, нехитрый ужин был готов. Похищение похищением, а кушать хочется всегда. Каково же Элли питаться раз в день? Да нормально! От этих мыслей мне стало тошно, и на еду я смотреть больше не мог. Не хочешь? Что-то живот разболелся. С чего бы вдруг? Не знаю, взял и заболел. Я резким движением встал со стула, но тут же замер. Спасибо. Я утром поем. Я бы и быстро ушел в свою комнату. Возможно, я просто вновь и вновь ругал себя за нерешительность. Должен ведь существовать определенный сценарий для детективных историй в реальной жизни. А в итоге, какомые жертвы и преступник, я хотелось бы верить просто свидетелям и живем вдвоем под одной крышей. Или сама ни в чем не виновата, но страдает чуть ли не больше всех. И только Кабояша Джон как будто действительно следует сценарию. Люди не заинтересованы в скучной правде и всегда предпочтут более сложное объяснение более простому. Почему-то нам кажется, что обилие подробностей и деталей, а также лихо закрученный сюжет, уже сами по себе вызывают больше доверия, чем скучная житейская история. Похищение Элли было детективом, но вот все остальное, хоть и казалось мне трагедией, со стороны скорее выглядело комедией. Но если моя роль на самом деле нигде не прописана, могу ли я ее изменить? Двадцать шестое, ноль девятое, тысяча девятьсот восемьдесят седьмого. План Кагома был до неприличия, а просто дождаться, пока в почтовый ящик кинут документы. Забрать их и побыстрее свалить оттуда. Она потратила немало времени, чтобы найти подходящий ящик, который можно было легко открыть. Даже на словах это все выглядело опасно. Я проснулся раньше в Кагома и уже сидел на кухне, лениво ковыряя палочками холодный ужин, который я вчера проигнорировал. Сегодня суббота, значит, что делать мне, кроме осуществления самоубийственного плана Кагома, совершенно нечего. Сама она появилась на кухне только часам к восьми. Позевывая, прошла мимо меня в сторону ванной, но в дверях остановилась. Ника-сан, что-то сегодня рано. Доброе утро. Ага, доброе. А вот это чё-то поздновато. Мариюки-сан уже проснулся и ушел на встречу с друзьями. Она непонимаючи посмотрела на меня. Ты не в курсе? Да-да, конечно, он говорил. Я его отпустила. Я с трудом сдержал смешок. Даже учитывая преклонный возраст её деда, такое отношение всё равно выглядело чересчур снисходительным. Что? Ты хочешь что-то сказать? Совершенно ничего. Кагома не стала готовить завтрак, а просто разогрела вчерашний ужин. Я тем временем уже поел, даже холодной её стряпня была достойна всяческой похвалы. Итак, закончив с едой, Кагома медленно огляделась, словно искала затаившегося на кухне шпиона. Итак... Давай ещё раз повторим план. Но на план это не очень-то и смакивает. Скорее на попытку суицида. Она нахмурилась. А что тогда ты предлагаешь? Нам как минимум нужна машина. У тебя есть права? Я ответил мне сразу, предвосхищая реакцию Кагома. У меня нет, но я знаю и человеку, у которого есть и права, и машина. И этот человек? Вопросительно протянула она. Кёске! Коротко бросил я, встал и прошёлся по кухне, избегая смотреть ей в глаза. Ничего получше придумать не мог? Вдруг преснула Кагома. За такое короткое время не мог. Посади сама. На... На своих двоих у нас будет мало шансов уйти от погони. А так мы получим преимущество в скорости. То есть, ты правда считаешь, что машину они догнать не смогут? Я наконец остановился и взглянул на Кагома. Она внимательно следила за мной, но не выглядела рассерженной. Конечно, машина не панацея, но так у нас будет хотя бы какой-то шанс. Мне вообще этот план не нравился с самого начала, но... Ради спасения Кабояши ты пойдёшь на всё. Не дала она мне закончить, хотя я и сам не знал, что собирался сказать. Но если так мы сможем побыстрее во всём разобраться и вернуться к нормальной жизни... А что же ты собираешься делать потом, Никасан? Кагома продолжала расспросы таким тоном. Словно этот разговор лично её совершенно не касался. Закончить школу и... Как-то жить. Однако мне сейчас совершенно не хотелось говорить о том, что будет потом. Ибо в настоящем оставалось слишком уж много нерешённых вопросов. А ты не думал, что Кабояши права? Что её дед не простит нам похищение внучки, вне зависимости от того, отпустим мы её в итоге или нет? Мэ-мэ! Дразнил я её, отбивая шаг. Ну, Никасан, Кабояши видела и тебя тоже. Тебе доставляют удовольствие говорить это? Вовсе нет, но мне противно смотреть, как ты мечешься. Мечусь? Почему бы не закончить дело, а там уж и жить как знаешь? Хороший вопрос, а почему бы этого так не сделать? И ответ на него мы, вероятно, узнаем уже в следующем видео. Ну, а на этом на сегодня всё. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok